Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Как ваше настроение? Как у вас дела? У Ксюши через полчаса уроки начнутся. Я уже говорила, что Ксюша Нашкова занимается не по... Неохота говорить это слово, но, в общем, не по российской системе, по графику. Система-то российская, график нет. Ну, надеюсь, что школу хоть не прикроют. Это же всё-таки не политическое учреждение. Вот. А я вышла проветриться. Теперь ведь не выхожу по утрам на улицу. Ну, в смысле, пока я тут, я не выхожу на улицу. В 7 утра я выпускала собаку, вот. Ну, сейчас закончилась утренняя суета. Много же обязанностей. Кошкам миски помыть, эти... По подставке под миски помыть. Еды всем разложить. Джей и Бэби на улицу выпустить. Джей накормить, Бэби накормить. Ксюша завтрак приготовится. Там рыжая кошка вышла проверять, не закончилась ли зима. Кася, иди в дом. Кася, иди в дом. Видна рыжая кошка? Слышно? Это она на Бэби рычит. Она очень не любит, когда мы приезжаем. И поезд где-нибудь ныкается в доме, в каких-нибудь секретных местах. Обычно я прошу Ксюшу оставлять приоткрытой дверь в ванную комнату на втором этаже, чтобы, ну, совсем уж её не лишать никаких убежищ. И она там практически постоянно живёт. Зима ей не нравится, хотя летом она активно гуляет. Она у нас стерильная, поэтому подарков в Подоле не принесёт. Но, судя по её шрамам, она летом ведёт вполне себе такую активную боевую жизнь. Атаманши. Ладно, я замёрзла. Эта лысая, но, тем не менее, ходит гулять с удовольствием. Я пока ещё не нашла в себе силы. Привезла машинку, когтерез. Ну, в общем, всё с собой привезла, чтобы её здесь привести до конца в порядок. Но никак не соберусь. Какая-то... Состояние психологическое не очень хорошее. Поэтому вчера решила отдохнуть. С утра проснулась, посмотрела. Ну, как бы, новости за прошедший день. И потом постаралась больше не включать. Ну, немножечко так при... Как это сказать? Привела в порядок свою психику. В этом самом посёлке тишина. Такое ощущение, что куда-то все слиняли. Машины стоят. Народу нету. С двух сторон. Вот соседи у нас с этой. С другой стороны тоже тишина. В общем, не знаю, что происходит. Мы дома. Мы никуда не исчезнем. Будем тут дожидаться итогов. Ладно. Пойду в дом. О, крейсер мой вышел. Бэби любит этот крейсер. Она всегда к ней бежит. А крейсеру пофиг. Я пошла в магазин. Конечно, идти снимать очень опасно. Надо смотреть под ноги. А, ну, в магазин идти необходимо у нас. Чудо-то, всё закончилось. Главное, огурцов нету. Ой, что ж у меня с телефоном такое? Что-то надо в настройках посмотреть. Главное, огурцов нету. Для Ксюши это очень важно. Ну, ценно взгляну. Некоторых блогеров посмотрела. Машина едет. Отойду. Некоторых блогеров посмотрела. Из других городов. Говорят, грибут всё нещадно. О магазинах. Полки пустые. Только что с дочкой списывалась. Она мне ой, ой, что-то, наверное, надо закупать. Я говорю, что ты собираешься закупать? Мука и сахар нас не интересуют. Если будет необходимость, ну, вот, как мы иногда собираемся, то пельмени стряпали, то пирог рыбный для видео. Ну, и так себя немножечко как-то разговеть неппшным продуктом. Ну, вот, макароны нас тоже не интересуют. Рис, гречка, ну, уж купим по килограмму. Зачем ее десять-то килограммов покупать? Мы вообще как-то в основном по белку да по овощам. Сейчас посмотрю, что там творится. Меня даже молоко не интересует. Ну, так, пачечка молока должна быть в доме. Все-таки изредка я кофе варю, но предпочитаю забелить молоком. Все, сейчас дойду до магазина. Как видите, здесь скользко очень, поэтому выключусь. Ну, вот, что я сейчас вижу. Значит, мясная продукция вся идет по акции. Это не просрочка. Это акционная продукция. Заморозка тоже по акции. что-то все по акции. Мне кажется, может быть, какой-то запас имеющийся в магазине хотят распродать, чтобы потом по новым ценам поставить. Не знаю. не знаю. Плохо отражается. Вот эти вот цыплята по 140. Ну, не знаю, не вижу я пока. Ужаса-ужаса. Желтые ценники это все акционная продукция. Так, ну, пока все. Мне надо список достать, потому что без списка я все время забываю, что мне надо купить. Сыр, наверное, надо взять легкий по 139. Пригодится. Ну, тут вот я яйца. Я возьму вот эту вот упаковку большую. Красная цена. Она по... 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 Где вообще камера? Вот. По 209 рублей. Так. Пошли искать молоко. Я у них плохо ориентируюсь. Вот сахар лежит. Сколько стоит, не знаю. Вот, наверное, одна из этих цен. Не знаю. Меня это мало интересует. Вот мука. Вот эту покупаем. Вот эту покупаем. Ну, эту берем. В общем, какая подешевле в данный момент, то и берем. Молоко тоже все в той же цене. Ничего здесь нет ужасающего. Ничего не подорожало. Даже вон скидки на эти модные молоко, которое не молоко. Для себя я возьму вот эти вот помидорки. Вот, фламенка. Есть вот эти по 119. Мне их при вкусе не нравится. Более-менее красненькие. И лучка зеленого хочу. Не знаю. Пока все. Пока ничего не пугает. Сейчас там вот, где молоко было, там как раз Венчина выставляет молочную продукцию. Говорит, вчера сахар скупали тоннами. А сегодня вон он, пожалуйста. Его завезли, и он лежит. И никому не надо. Ой, возьму-ка я, Ксюши, бананы. Такие симпатичные. Не знаю, почему. А, вот. 89. Я бы еще что-то взяла. Ксюша любит вот этот сорт яблок. Но они очень твердые. Они просто красивые, но очень твердые. А когда они вот такие твердые, они имеют слегка нейтрально горьковатый привкус. Так. В общем, я так и не вытащила список. Сейчас вытащу. Еще одна благерица пугала, что горошек стал по 50, 250 рублей. Вот я возьму со скидкой этой вот фирмы Global Village. Мягкий, меленький. Мне такой как раз нравится. И знаете, что я хочу? Я хочу лично для себя на двух картошинах сделать и на грудке сделать отварной. Как называется-то? Какой отварной? Мясной салат. Ну, а что? Сниму нервное напряжение. Мне сметана нужна. Ой, я это не донесу. Все одна. Ксюша отказалась со мной идти. Ладно, сметана завтра. Главное, я яйца купила. Молоко купила. Завтра утром кашку. Надо сварить Огурцы. Главное, да, огурцы. Раз уж я тут сниму хлеб обычный, так и стоил, по-моему, а тот, который вот вот такой вот для правильного питания. он всегда тоже стоил подороже. Так что... Нет, пока я не увидела. Ах, да. Сейчас зайдем гречку, рис посмотрим. Нашла отдел. Я не знаю, вот здесь что-то стояло. Судя по ценнику, это вот он стоит, рис. Селяночка. В коробках все есть. Я люблю в коробках. Пакетик достал, сварил. Так, гречка. Гречка. Вот вот эту вот увелку разобрали. А, не знаю, я тоже не особо гречкой интересуюсь, потому что я вот этот покупаю. Вот это. Аня, не мистраль я покупаю. Вот увелку, наверное. В общем, не знаю, какую я покупаю. Вот селяночка есть. Может быть, я и селяночку покупаю. Я на секунду. Вот огурцы обычные. Как видите, цена какая была, такая и есть. Вот эти вот. И вот наши зимние помидорки. Цена какая была, такая и есть. Так что я не поняла паники распространяемой. Вот эти вот я беру. Вон они 129 рублей. Я их частенько беру. Ну вот. Ходило всего ничего. А уже стемнело. Все равно еще рано темнеет. Скорей бы все растаяло. растаяло. Смотрела из город на Волге, как называется, Самара, да? Всегда путаю. Саратов. Саратов, по-моему. там девчонка блогер говорила, что два дня у них метели адские были и до минус 12. Не знаю, откуда к нам из Питера придет погода или с Поволжья. Уже не хотелось бы. Все-таки все уже прилично подтаяло. Ладно, пошла я домой. Не хочется, что-то так на этом на крыльце тепло и почему-то как-то спокойно. Не знаю, вот стою здесь, по крыше долбит копель с крыши капает. Вот по этой крыше капает с крыши. Вот я стою здесь вся такая закрытая. И так мне хорошо и спокойно. не знаю, видно или нет. На видео я зашла в дом, вышла на веранду выпустить собак и смотрю, идет снег. То есть с той стороны дома я только что поговорила о том, что в каком-то городе на Волге два дня был снегопад. Даже не раздеваясь, прошла на веранду. Буквально это сколько там? Две минуты, три минуты сняла ботинки и пошла на веранду. Тут идет снег. Телефон плохо берет. Ну, такой пока не крупный и пока не метель и очень тепло. Он такой. Все, друзья, на сегодня я прощаюсь пойду готовить ужин для Ксюши. У меня ужин всегда готов. Я себе супчик варила, помните? держите. Держите себя в руках, не поддавайтесь паническим настроениям, не поддавайтесь упадническим настроениям, поддерживайте друг друга, берегите себя, своих близких, проверьте, у всех ли все хорошо. Созвонитесь с подругами. Все, до завтра. Мира всем. добрый путь,